МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа «Республика». Об основных событиях дня вам расскажут корреспонденты национального телевидения «Чувашия» и я, Галина Титарчук. Сегодня исполнилось два года с момента первого выхода в эфир национального телевидения «Чувашия». Поначалу вещание шло в тестовом режиме, но уже через неделю на канале появились первые программы собственного производства, в числе которых «Республика» – информационные выпуски на чувашском и русском языках. Национальное телевидение стало первым в республике телеканалом, применяющим технологию бесплёночного производства. Для специалистов это символ перехода в эру цифрового вещания, для потребителей – высокое качество изображения и звука. За эти два года коллектив национального телевидения создал около 30 цикловых программ на чувашском и русском языках. О жизни на селе, о народах, живущих на территории Чувашии за её пределами, о работе органов власти и Госсовета республики. Я рад, что есть такая телекомпания, которая вот с первых дней начала себе показывать с хорошей стороны. И за этот короткий срок смогли завоевать авторитет у жителей и телезрителей нашей республики. Копилка телеканала пополнилась программами, которые полюбились детской аудитории. Бухты-барахты, пошептушки, акилбупсер. В этом сезоне появилось ещё несколько новых проектов, среди которых молодёжная передача «Яшчух», «Щамракчух». Все, кто выступает за сохранение народных традиций, языка и культуры, оценили наше усилие по достоинству. Мы, бурановские бабушки, поздравляем национально-телевидение Чувашии с днём рождения! Фильмы, спектакли, передачи, записанные в разные годы, документальная хроника и художественные фильмы на чувашском языке из фондов государственного архива электронной и кинодокументации. Прямые трансляции важнейших событий, записей спектакля и концертов. Всё это можно увидеть на нашем канале. Сейчас вещание ведётся во всех сетях операторов кабельного телевидения Чебоксар, Новочебоксарска, Козловки, Цивильска, Кугесь, Мариинского посада. В планах расширить зону вещания. Национальное телевидение обещает в режиме онлайн. Надеюсь, что в ближайшие годы выйдут целый ряд хороших передач, которые будут сеять культурное, вечное среди ваших почитателей. Ольга Григорьева, Республика. Сегодня в студии национального телевидения побывало немало гостей. Одна из них – министр информационной политики Чувашии Валентина Андреева. В день рождения, как положено, поздравления и подарки. Мы поздравляем вас с этим событием, с двухлетием. Вообще, начинать с нуля всегда очень тяжело. Для этого нужна железная воля, большие ресурсы и, самое главное, конечно, огромное желание. Я вам желаю очень искренне, чтобы, ну только роста, творческого, зрительская аудитория – это важно. Никто из нас не должен забывать, что мы работаем не для себя. Мы работаем для зрителей. Поздравляю вас! Почетные грамоты Чебоксарского городского собрания депутатов вручили тем, кто стоял у истоков создания национального телевидения. Заместителю директора телерадиокомпании Николаю Хлебникову и главному телеоператору Андрею Спиридонову. От нашего Чебоксарского городского собрания депутатов. У коллектива, который всего за два года добился таких убедительных результатов, большое будущее. Значит, наград с каждым годом будет прибавляться. К другим новостям. Один из крупнейших участников российского рынка банковских услуг – Банк ВТБ-24 – расширяет свою сеть на территории Чувашии. Сегодня глава республики Михаил Игнатьев и председатель правления Банка ВТБ-24 Михаил Задорнов подписали соглашение о сотрудничестве. Михаил Игнатьев поблагодарил руководство Банка ВТБ за сотрудничество, благодаря которому стало возможно реанимировать масштабный проект «Новый город». В ближайших планах банка – открытие в центре города Чебоксары современного сервисного центра. Он объединит колл-центр, ряд операционных функций банка, финансовую службу, сборщиков долгов и будет оказывать сервисные услуги. То есть здесь можно будет оформить банковскую карту, открыть счет, проводить сделки и многое другое. Сервисный центр банка. Банк ВТБ-24 к концу текущего года будет иметь примерно 35 тысяч работников. И мы хотим сервисные функции банка. То есть есть те, кто работают на фронте, кого вы встречаете, зайдя в банковское отделение. Это называется у нас фронт-офис. А есть сервисные функции, которые не видны человеку, приходящему в доп. офис, но они очень важны для банка. Какие это функции? Ну, прежде всего, это финансовая функция. Примерно 1150 рабочих мест, полторы тысячи человек здесь будут работать к концу первого квартала 2015 года. Первая очередь должна быть введена ровно через год, в октябре 2014 года. В реализацию проекта ВТБ-24 предполагает вложить более 1 миллиарда рублей. И он станет самым крупным инвестиционным проектом банка в 2014 году. Кроме того, Михаил Игнатьев и Михаил Задорнов обсудили вопросы льготного кредитования молодых семей. Руководство банка намерено активизировать эту работу, считая программу очень важной и эффективной для молодежи. Галина Дитарчук, Регина Кубайкина, Андрей Спиридонов, Республика. Как привлечь инвестиции для развития индустриальных парков Республики? Как стимулировать переход транспорта на газомоторное топливо и тем самым улучшить экологическую безопасность? На 15-й сессии Госсовета парламентарии рассмотрели ряд документов налоговой, бюджетной и социальной направленности. В двух чтениях депутаты приняли закон о вопросах налогового регулирования в Республике. Он предусматривает пониженную ставку налогов для резидентов индустриального парка в отношении хозяйственной деятельности. Если их доходы уменьшены на величину расходов, то налог снижается до 5%, при том, что для других категорий остается 12%. В парке планируется размещение не менее 12 высокотехнологичных производств, организация дополнительных рабочих мест, обеспечение высокого уровня заработной платы. Законопроектом предусмотрено и снижение транспортного налога для организаций и индивидуальных предпринимателей. Это касается автобусов и автомобилей, которые переведены на газомоторное топливо. За 42, против нет, воздержаться нет. Закон о втором чтении принят. На сессии госсовета рассмотрели и изменения в социальные законопроекты. Предупредить наркоманию, бороться с незаконным оборотом психотропных веществ. Для этого в республике созданы горячие линии, работают телефоны доверия. Сегодня документ о профилактике наркомании был приведен в соответствии с законодательством Российской Федерации и носил больше редакционный характер. В данном случае мы просто рассматриваем оптимизацию той структуры, которая существует и возложение обязанностей на те структуры, которые сегодня в принципе этой работой уже занимаются. Поэтому мы обосновывали не привлечение дополнительных финансовых средств совершенно сознательно и осознанно. Каждый ребенок нуждается в семье, а детям с ограниченными возможностями просто необходима забота и любовь близких. В республике около 400 детей с ограниченными возможностями находятся в интернатах. За прошлый год ни одна семья в республике не усыновила ребенка-инвалида. В этом году одного ребенка усыновил гражданин Италии. Парламентарии в двух чтениях единогласно одобрили проект закона об увеличении единовременного денежного пособия на усыновленного ребенка из числа детей-инвалидов. К гражданам, кто будет усыновлять детей-сирот, пособие будет составлять 375 тысяч рублей. Откуда взята эта сумма? Эта сумма составлена на основе анализа, сколько стоит у нас сейчас ребенок из числа детей-инвалидов для содержания в государственных учреждениях в среднем. И какие же суммы предлагают при усыновлении детей-сирот из числа инвалидов регионы Российской Федерации. Только за 6 месяцев текущего года в республике погибли трое несовершеннолетних из-за травления газом из зажигалок. Их сейчас можно приобрести в любом киоске и заправить из специальных баллончиков. Чтобы предотвратить эту ситуацию, Госсовет Чувашии обратился в Госдуму России с просьбой принять федеральный закон, который бы запрещал продажу газовых зажигалок и баллончиков для их заправки несовершеннолетними. Татьяна Трофимова, Андрей Шоклев, Республика. Что делать с дорогой в никуда? В какие условия переселят жители аварийных домов? И где будут заниматься спортом жители столицы? Городские депутаты и представители администрации проехались по Чебоксарам с дозором. Отправилась с ними и наша съемочная группа. Дорожное покрытие положили, фонари освещения давно поставили. Проспект Айги или 32-я автодорога в Чебоксарах практически построена. Только вот поток автомобилей на ней не видно. Вместо того, чтобы выйти, к примеру, на улицу Фучика, дорогу уперлась в Сугутский мост. А на пути съезда вообще оказалась заправка. Договориться с ее владельцами так и не удалось. Исправлять ситуацию решили с помощью глобального проекта. Он и заправки не затронет, и транспортную ситуацию на Богданке в корне изменит. В администрации города при строительстве и развитии района Богданка была поставлена задача, чтобы мы рассмотрели транспортные связи с центром города, с северо-западным районом, с ново-южным районом. Для этого и нужна дорога Айги, которая в принципе построена, но не увязана с основными транспортными развязками. Согласно новому масштабному проекту, 32-я автодорога пройдет под мостом и уйдет в сторону залива и улицы Гражданской. На улицу Фучика автомобилисты будут попадать по специальным участкам дороги. Они пройдут с двух сторон параллельно Фучика. А на пересечении с улицы Богдана Хмельницкого появится уникальная двухуровневая развязка. Кстати, учитывает проект не только нынешние потребности. Улица Богдана Хмельницкого из двухполосной превратится участок в четырехполосную и в шестиполосную. Потому что нагрузка при высотном строительстве, конечно, будет очень большая. Проектирование закончится в 2014 году, а строительство администрации города предполагает закончить в 2019 году. Что ж, когда-нибудь по проспекту Айги будет удобно добираться в микрорайон Садовой. Ну а пока депутаты и представители городской администрации отправились туда по другой дороге. Цель – посмотреть, как идет строительство района. Это одно из немногих мест, куда будут переселять жители аварийных домов. В этом году 5000 квадратных метров минимум мы переселяем переселенцев из веткого жилья. В последующем по 10 тысяч квадратных метров в соответствии с нашими договоренностями с городом. Мы их в 100% объеме будем выполнять. Беспокоились депутаты не только о том, чтобы у людей появилась крыша над головой, но и удобные условия для жизни. Другими словами, инфраструктуры района. Это не обсуждается, выгодно-невыгодно, это необходимо, городу необходимо нам. Но в этом году заложено уже строительство детского садика, в следующем году заканчиваем. Запланировано еще до 2018 года строительство еще двух детских садиков и одной школы в этом районе. Ну и в дальнейшем будем с городом расширять транспортную сеть. Появятся здесь и магазины, и спортивные площадки. Но чтобы заняться спортом на более серьезном уровне, добро пожаловать на центральные стадионы. На Олимпийском сейчас в самом разгаре строительство фока с двумя катками. Проект вообще уникальный для Чуваши в том, что он имеет две арены. Все работы по тренировке и подготовке специалистов. Наши спортсмены будут идти тренироваться в катке. Остальное, все выступления показателя будут на основной арене вестись. Одно момент, там может кататься, тренироваться 100 человек. Объем его, вернее, пролез этого здания, чистого зала, 66 метров шириной и 100 метров длиной. Подобные объезды чебоксарские руководители проводят регулярно. Любые недочеты и предложения берутся на карандаш. Ольга Пырочкина, Александр Петров, Республика. В Чувашии вынесли приговор торговцам людьми. Гражданин Ливана и его знакомые из Новочебоксарска признаны виновными в торговле людьми. Приговор вступил в законную силу. Отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления СКР по Чувашии установил, что летом 2009 года гражданин Ливана предложил двум местным жительницам в возрасте 21 года и 26 лет помощь в трудоустройстве на территории Ливана в качестве официантки и танцовщицы. Затем девушки отправились в Арабскую Республику. В аэропорту их встретил представитель ночного клуба, где им предстояло работать. Он поселил их в местной гостинице и трудоустроил в развлекательное заведение в качестве танцовщиц. Через несколько дней туда же прибыл Руфаэль. Под предлогом оформления временной регистрации у девушек были изъяты заграничные паспорта. По следующим им было объявлено о том, что они будут бесплатно оказывать услуги сексуального характера местным жителям. Поскольку у россиянок не было денежных средств и документов, удостоверяющих их личность, за 60-летняя девушка была вынуждена заниматься проституцией в течение нескольких недель бесплатно. Вторая девушка на свой страх и риск отказалась выполнять эти условия. В середине октября 2009 года им обеим удалось тайно под предлогом выхода в магазин, скрыться из гостиницы, где они проживали, и через несколько дней обратиться за помощью в посольство Российской Федерации в Ливанской Республике, которое оказало им содействие в возвращении на родину. Приговором суда Ливанцу назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Его сообщницы три года условно с испытательным сроком на два года. Надо отметить, что преступление удалось раскрыть благодаря взаимодействию следователей Следственного комитета с управлением ФСБ по Чувашии. Сегодня на национальном телевидении стартует проект «Ротация». Благодаря нему на Чувашской эстраде появятся новые имена. И именно им посчастливится стать первопроходцами на волнах родного радио, которое можно будет услышать на частоте 100 и 3 FM. Как рождаются звезды, сегодня увидели мои коллеги. Они побывали на кастинге проекта. Да, Галина, здравствуй. Несколько часов назад за этой дверью выступали потенциальные звезды Чувашской эстрады. Правда, сначала их голоса зазвучат в эфире радиостанции «Таван-радио». Именно сейчас начали формировать его музыкальный архив. Правда, попасть в ротацию участники смогут после жесткого отбора. Сегодня состоялся первый кастинг. Вокальные данные претендентов на эфир оценивали профессионалы своего дела. Радиоведущие и звукорежиссеры. К участникам кастинга прислушивались более трех часов, но оценивали не только голоса. Члены жюри обращали внимание на то, как исполнители держатся на сцене, насколько они артистичны. Следующий тур проходит самые лучшие. Оно и понятно, ведь «Таван-радио» преследует главную цель – пополнить свой багаж только качественной музыкой на чувашском языке. В основном это эстрадное направление, то есть развлекательное радио. По моему мнению, у нас талантов очень много. Главное, чтобы они пришли и показали себя, а мы посмотрим, оценим. Приходили сюда не только солисты, но и группы. К примеру, мужское трио «Кайзас» образовалось буквально две недели назад. Все участники коллектива – профессиональные артисты Чувашского драматического театра. И к сцене им уже не привыкать. В будущем они и вовсе задумались создать свою рок-группу. Я, конечно, тяготею к року, к рок-музыке. Но больше даже, можно сказать, к панк-року. Но для начала, чтобы Чувашский зритель, так сказать, привык. Москва не сразу строилась, как говорится, надо начать с легкого. Поэтому для начала наши песни, они легкие. Это как поп-рок. А вот начинающая певица Людмила Засыпкина удивила членов жюри своим фольклором. Девушка призналась нам, что музыкой она увлекается с двух лет и на сцене выступает давно. Фольклор мне нравится, потому что песни яркие, танцы такие яркие. Ну, не как в эстраде. Правда, кому-то члены жюри сразу указывали на ошибки и буквально заставляли раскрепощаться на сцене. Предлагаю посмотреть один из таких моментов. Давай покажи нам артистизм. Блин, полтора места. Давай. Сиге, сиге, сашлари, ехал саргалом за юрлари. Сиге, сиге, сашлари, ехал саргалом за юрлари. Исполнители, которые пройдут отбор, станут участниками нового реалити-шоу. Для них будут организованы мастер-классы по написанию текстов и музыки, научат работать на сцене и в студии. В итоге все это выльется в большой галоконцерт. Финалисты выступят на нем уже собственной авторской песней. Полную видеоверсию проекта «Ротация» вы сможете увидеть в эфире нашего канала. Звезды зажгутся на наших глазах. Галина. Спасибо, Дмитрий. Тем, кто не смог прийти на кастинг сегодня, организаторы проекта устроят второй тур. Он состоится 17 октября в Дворце культуры тракторастроителей. Вместе с началом учебного года в республике стартовал спортивный сезон. Ребятишек, желающих заняться боксом, фигурным катанием, самбо, художественной гимнастикой, с каждым годом становится все больше. К началу октября почти все секции Чебоксарской детской и юношеской спортивной школы номер один укомплектованы полностью. Но набор еще продолжается. О пользе занятий спортом и о том, как записаться в секцию в нашем сюжете. Бадминтон, самбо, дарс, ушусаньда, фитнес-аэробика, художественная гимнастика. Это только часть спортивных секций, которые работают в городской Дю США номер один. Принимают ребят на занятия, начиная с девяти лет. А продолжить заниматься можно до достижения 21 года. У нас ежегодно есть и чемпионы, и призеры российских соревнований. В этом году у нас стала наша воспитанница Седова Анастасия серебряным призером турлимпийских игр, который проходил в Болгарии. Поэтому в прошлых годах также у нас ежегодно чемпионы или призеры бывают. Большинство групп в школе укомплектованы, но набор еще продолжается. С 1 сентября открылась секция самбо. Набор будет идти весь год. Ребята идут так же. Просто сейчас в школе, именно в самбо, стало немножко отбор делают. Но именно построже смотрят на многие моменты. Потому что бывает, вот пришел мальчик, получается все, но дисциплины не хватает. Берем в основном нормальных, здоровых ребят. Самая популярная секция в школе – бокс. Работают 9 групп. На втором месте – настольный теннис. Это 300 ребятишек. На третьем месте – баскетбол и дзюдо. Я еще раз призываю родителей, учителей, приводите к нам детей. Все занятия наши абсолютно бесплатны. Каждому ребенку найдется место в спортивной секции. Каждому ребенку будет удивлено внимание. А может быть, тот ребенок, которого вы приведете завтра, со временем станет олимпийским чемпионом. Возможность проявить себя в спорте есть у всех ребятишек. Необходимо лишь сделать первый шаг. Ольга Алексеева, Алексей Иванов, Александр Петров, Республика. На этом наш выпуск подошел к концу. Я с вами прощаюсь. До завтра. Субтитры создавал DimaTorzok